Приветствую! Наконец-то видео про масло Polymerium X-Pro1 540 полнозольник, который эксплуатировался в Volkswagen Passat Ecofoil. Это заводской метан с двигателем 1.4 TSI CDGA 150 сил с объемом картера 3.6 литра. Общий пробег автомобиля 511 тысяч километров, но 320 тысяч километров назад была замена двигателя. Значит, пробег на масле 8700 километров, топливо метан газпромовский. Данный тест подразумевался в большом сравнительном тесте разных масел на этом автомобиле. Кто не видел, ссылочку на видео я в описании приложу. К сожалению, только пока такой результат готов по одному маслу. Ну и давайте посмотрим, на что похоже это масло. Коэффициент корреляции. Максимальное совпадение. Вторая и третья строчка точно такое же масло, вы видите, да? Значит, отличие 0.4. Ну это очень хорошее совпадение. Поясню, 100% практически не бывает совпадения. Партии отличаются и по базе. И база, допустим, от того же Танека или от Газпрома, она от партии к партии немножко отличия имеет. Ну, пакеты и все остальное как бы невозможно, мне кажется, добиться 100% совпадения. Вот. Значит, ну и, как видите, весь список практически полностью из полимериума. И здесь устаревшая C3 даже рецептура. Ну и вот такое. Так, следующее. Значит, я покажу вам скрин, где можно примерно оценить. Так, здесь обращайте на себя внимание. Синтек я подобрал конкурентов в 5.40. Здесь обращайте на себя внимание. Синтек платинум 7000. Но я думаю, что это ошибочно указано. Кто-то прислал мне и указал платинум вместо премиум. Потому что нафталины здесь присутствуют. Присутствуют. Вот. И потом еще посмотрим по ПАУ. Вот. Ну, по крайней мере, единственное масло Синтек, где присутствуют нафталины. Ну и вот остальные можете посмотреть. Сейчас покажу вам скрин с предполагаемым составом базы, чтобы оценить. Так. И... Секунду. Ну, вот, значит, здесь выделяется на первом месте это у нас Мобил Супер 3000X1. Производство Финляндия. Точно такой же Мобил, но турецкий. Чуть-чуть уступает ему по количеству, скажем так, ПАУ. Далее идет Синтек платинум или премиум. Непонятно. Надо будет сравнить и посмотреть. И чуть ниже это вот данный полимериум. Ну, и замыкает вот этот список у нас Матюль 8100XS Gen2 и Газпром Premium N. Здесь, ну, у Газпрома традиционная база такая самая. Самая гидрокрекинг с уклоном в минералочку. Так. На данном скрине можно оценить сукцинемиды и эстеры. Сукцинемиды – это компонент, который добавляет в премиальное масло. Так и заявляют его. Значит, смотрите, здесь однозначно лидер полимериум и сукцинемидов больше всего. И эстеров 5%. Вот видно правый высокий пик. Далее у Газпромуского масла тоже неплохо с сукцинемидами. Но с эстерами там значительно хуже все. Вот. Потом Мобил супер турецкий. И под ним уже идет финский. Сукцинемидом финский послабее. Вот. И самый-самый низкий уровень демонстрирует синтек данные. Все-таки не понял, не разобрался я. Какой именно это синтек надо перепроверять. Ну, и давайте посмотрим данные по-свежему. Ну, это полимериум, видите, подписанный X-Pro1. Видно, по окислению видно, что эстеры присутствуют. Противоизносных присадок 1,33. Нормальный уровень, но что-то для полнозольника, мне кажется, могло бы быть и побольше. Хотя эстеры, кстати, прибивают уровень противоизноски. Ну, как бы занижают его. Это я уже заметил. Фенольных антиокислителей 0,25. Аминных 0,97. Это хороший уровень. Значит, такой не пожалели. Щелочное 9,64. А кислотное 1,88. Ну, тоже такие значения типичные для полнозольника. Также рабочая вязкость около 14, тоже соответствует сороковке. И вот видите, здесь прибор видит эстеры. Значит, около 5%, 4,88. Так, здесь немножко в другом формате, потому что я с эталоном сравнивал это масло. И поэтому он 100%, ну, в процентовке еще указывал уровень противоизноски и всех остальных компонентов. Так, отработка. Видите, автомобиль. Значит, бензина и дизеля нет. Ну, это газовый автомобиль. Здесь все четко. Нарастает окисление, нарастает нейтрование нормально. Ну, и так уже плохо. Противоизносных присадок нет. Видимо, сказывается пробег автомобиля. Значит, фенольные антиокислители еще присутствуют. Аминных совсем немного осталось. 11 сотых, да. Аминные быстрее сработались. Видимо, из-за этого частенько масло становится красным. Щелочное 5,26. И кислотное достаточно наросло 3,17. Вязкость просела, но просела незначительно. По-моему, 2% я смотрел. Ну, и стеры 4,63 еще присутствуют. А также присутствует вода 0,07. Сажи, кстати, нет. Да, сажи меньше, по идее, и в теории должно быть. Да, посмотрите, в каком режиме эксплуатировался автомобиль. Вот температура масла, это от владельца видео доходила, видите, пробег 512-700. И температура масла при движении на скорости примерно 120-130 км в час достигала 111 градусов. То есть такое, можно сказать, что и мотор тепленький. Значит, поскольку предполагалось, что это будет сравнительный тест, то образцы, естественно, ездили и в лабораторию. Сейчас покажу вам результаты лабораторные. Так, вот здесь можно оценить. Я не знаю, маленькое, не маленькое. Ну, видно, не видно. Ну, видно, что это Volkswagen Passat 8700. Вот моторное масло, видно, масло моторное, и показатели можете остановить, посмотреть. Ну, и прогноз получается подобному маслу, что, значит, по пробегу это 11,5 тысяч километров, нитрование почти 38 тысяч, и, видите, с вязкостью вообще все супер, больше 80 тысяч прогноз. Если пересчитать по нитрованию, через нитрование и газовый автомобиль, то примерно, я не стал сюда писать примерно, чтобы в заблуждение не вводить, но так озвучу. У меня получилось 380-390 моточасов прогноз по данному маслу. Я просто пересчитывал, хоть владельцы быстро перемещаются, но, видимо, у него и холостого хода много. Поэтому у меня где-то получилось примерно 30 км в час средняя скорость. Вот. Ну, я считаю, что вполне достойно. Масло недорогое, это не топовая линейка. Да, и не забывайте, пожалуйста, поставить лайк, дизлайк, подписывайтесь на канал, нажимайте колокольчик, чтобы не пропустить уведомления о новых видео. Да, это не топовая линейка. Топовая линейка у Polymerium X-Pro2. Значит, тоже есть полнотольник 540. И предполагалось, что он тоже будет в этом автомобиле, но произошла неприятность. Значит, у владельца сломался генератор, и он менял генератор. И механики перепутали болты. Там есть длинный болт, короткий. И длинным болтом перепутали местами, пробили теплообменник, и масло вылилось. Значит, почему 8700 километров проехала машина, предполагали 10. Но, опять же, есть подтеки сальников, и тут, можно сказать, уровень ушел. Ну, и, наверное, все-таки присутствует масложор, особенно перемещаясь на скорости. Ну, и пробег серьезный у мотора. Значит, ну, вот, к сожалению, только так. Это взяли пробу на минимальном, скажем так, уровне. Вот, и поменяли масло. Есть масло из данного автомобиля, ВМП Авто, тоже полнозольник. Но так он и не доехал до, значит, до лаборатории. Ну, я проверял у себя, и результат хуже, чем у данного полимериума. Вот, если сейчас соберусь, отправлю в лабораторию, чтобы можно было сделать уже и видео. Пишите, насколько вы заинтересованы в данном сравнении. Вот, а так, значит, масло, данное масло полимериума взяли непосредственно со склада в сентябре, когда я был на полимериуме. То есть, масло неподготовленное, просто зашли на склад, даже видео где-то есть у Сергея полимериума, и взяли с полки. Значит, это данное масло. Благодарю Сергея, благодарю владельца Пассата, что помог с тестированием. Всех, кто посмотрел данное видео, благодарю за это. Желаю всем удачи и здоровья. Берегите себя и близких. Всем мира. Увидимся в следующих видео. Пока. Пока.